приветствую всех настоящих ценителей бокса у меня сегодня дорогой гость виктор елымов с канала студия бокса виктора елымова ну или наоборот если вы смотрите на канале у виктора то я у виктора в гостях с канала лаборатория бокса виктор приветствую тебя андрей привет рад что мы созвонились такой бой нужно обсудить пока пока мы горячие все есть что сказать и начнем наш разбор боя даже не разбора поговорим обсудим что было как было ну давай начнем с тебя у тебя ожидания были вот ожидание это самое интересное ну если кто не знает я веду закрытый телеграм-канал с прогнозами поэтому я могу сказать что и никто не проверит что как бы все как это все заранее знал ну нет на самом деле конечно это не так то есть ожидание примерно непонятно что василий ломаченко меньше поговорить им что дэвин хэйни он крупнее соответственно дэвин хэйни он должен как-то использовать свой рост скорее всего издалека будет бить вблизи как-то там обниматься василий наоборот будет там нажимать на славы как-то свои атаки но что меня удивило форма василий ломаченко что ну был как бы он хорошей форме что вообще как уже я спонтанно так начинаю да уже не только говорят то что я ждал этого то что я ждал я в общем-то ждал довольно близкий бой и не исключал вообще победу дэвина хэйни но мне как бы кажется что вроде как победил на самом деле василий ломаченко я думал что бой немножко по-другому сложится и я хочу спросить у тебя что ты ожидал отбой вообще как по твоему сложился бой и если говорить о том что я ожидал я ожидал бой вообще в целом увидеть и хотел конечно же увидеть что ломаченко поднимут руку где-то наверно я думал что будет тяжело как оно и получилось да все естественно были за не то что за хейни но и букмекеры общественность говорила что шансов мало плюс говорили про бой последний ломаченко с артистом он его провел очень так скудно много пропускал там еле выиграл все говорят вот это единственный бой который я посмотрел нет я вот тоже смотрел весь я вообще все бои ломаченко кстати я на секундочку задумался я все бои ломаченко смотрел полностью то есть я признаюсь что я я смотрю многие бои наверно такие хайлайты а вот ломаченко бои смотрел все полностью по профи поэтому тут был очень был сложный конкурентный вот и все 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 говорили ломаченко списан ломаченко не тот вот но наверное он подлечил свои травмы я знал что он по-любому будет готовиться к этому бою это последний его шанс и он выйдет предельно мотивирован ну в общем я ждал победу ломаченко в этом бою как бы там не говорили что хейни фаворит и все и все в этом духе вот расскажи мне свои ощущения уже ходя по самому бою расскажи свои ощущения по бою то ты скажем когда первый раз увидел вот я хочу после первого раза после первого раза не после повтора какие у тебя понял тебя ну ты знаешь виктор первый раз я же смотрю не в идеальном качестве у меня к сожалению нету как бы давно в россии толком не работает ну так вроде смотрел вроде все вижу но мне в целом казалось что василий ломаченко выигрывает но меня знаешь немножко смущало в какой-то момент я еще параллельно смотрел у буков котировки они отображают как бы общественное мнение и там довольно четко был большую часть времени именно что типа как хэйни выигрывает то есть они ждали победы от него даже во время боя как бы такое было потом я смотрю там в 10 раунд 11 раунд ну 10 еще только более спорно в 11 василий уже так ему прямо конкретно нападал то есть там уже стал даже попахивать что возможно сейчас ну и даже досрочно может как бы его загнать и там уже буки я тоже смотрю они перевернули резко что короче у них там три к одному стал василий именно как бы доминировать что ждут что типа час василию отдадут и потом как бы в итоге бой заканчивается да интересно кому отдадутки прям такое такое чувство что наверное сейчас может быть как то ничегоbled наверно что такое хотя вообще вот я показал что по сильным ударам как бы то есть я считаю особенно удары в голову ну как бы василий попадал то есть он когда попадал у него такие удар интересные он так бьет какие то боковые такие люди как бы в юзких коридорах короткие удалок как бы вперед направленные такие ну они Не именно в узких коридорах, но скорее боковые. И голова у Хейни, он постоянно там бам-бам, то есть голова подергивается. А Хейни, когда бьет, то у Василия голова редко подергивалась. То есть он бьет, у него удар аж свистят. Или он присвистывает сам. То есть он бьет, он ш-ш-ш. То есть такие какие-то свисты аж слышат. Но как бы реально у Василия, он как стоит, так и стоит собран. Как ты определишь? Вот там по корпусу особенно непонятно. Хейни он много по корпусу бил, особенно правой рукой. А этот удар сильный, слабый. А как там поймешь вообще? То есть непонятно. Но мне показалось, короче, что Василий как бы выиграл. И особенно, когда сказали, что единогласное решение. Я думаю, ну все, короче, единогласное решение. Сейчас Василий объявят. И объявляют, что андиспьютат, неоспоримый. Ну и все стало понятно. Вот я, если возвращаюсь, как вот я просмотрел один раз, я повторно даже смотреть не буду. Я вот как смотрел в лайф его, вот в качество, я, честно говоря, прыгал. И у тебя смотрел на телеграм-канале, что у меня сбивалось, я смотрел в другом. Ну я успевал все смотреть. То есть я просмотрел, наверное, сбивалось у меня, когда был отдых. В общем, я как посмотрел, я так очень, можно сказать, где-то, может, критично смотрел на этот бой. Я какие-то ровные раунды, какие-то там, где Ломаченко застаивался, где-то он что-то пропускал по корпусу, либо по защите. Я этот же момент сразу же отдавал Хейни. Потому что я знал, что он, вот на секундочку, он в Америке, он американец. В ринге рефери-американец, три боковых судей, американцы. Ну а как будут судить? Ну просто, ну, типа, ребят, ну серьезно. Ну давайте возьмем, посмотрим реальности в глаза, что там просто, там даже, если на чуть-чуть, все равно будут отдавать на Хейни, как бы, результат. Поэтому я отдавал ему раунды немного. То есть у меня вышло 6-6 по раунду. 6-6, о, очень интересно. Понял, понял. И я, исходя из этого, что бой в Штатах за абсолютного чемпиона, и там американец, это восходящая звезда, которая еще будет, как бы, приносить деньги этой компании, раскручиваться его будут, я, ну, не видел, чтобы отдалил компанию, который, скажем, завтра закончит карьеру. Как бы это критично не звучало, я полностью был в Золомашенко, и хотел, чтобы он выиграл, мне нравится его бокс, но я вот критично подошел, и я не видел победы. То есть я считаю, этого мало было. А вопрос к тебе, Виктор, а вот смотри, это ты как бы считаешь с учетом того, что вокруг боя, да? Там статуса звездности, судейства и так далее. А если вот совсем по-честному, просто вот как два неизвестных человека сражались, ты вот считаешь, кто победил? Да, и я считаю, что Ломаченко был точнее, вот как раз после того, как уже бой прошел, это я вот сейчас говорю о своих впечатлениях во время боя. После я увидел уже статистику ударов, и там, ну, впереди Ломаченко. Вот именно вот на чуть-чуть, но он впереди. Если бы, по моему мнению, он на 7-5, наверное, заслужил, 7 раундов он забрал Ломаченко, 5 раундов Хейни. Вот если так взять, то 115-113 в пользу было бы Ломаченко. Вот именно на чуть-чуть он был впереди. Сказать, что это было ограбление, но тоже нельзя сказать, что это было ограбление. Ограбление это, я не знаю, даже что-то надо в голову, что пришло что-то быстро. Где, скажем, хотели, допустим, Канело протянуть с Биволом, да? То есть Канело отдали там сколько-ка раундов? 5 раундов, хотя Канело... Ну, прям жесть, да. Да, то есть если он выиграл 2-3 раунда Канело в лучшем случае, да, хотели его протянуть. То есть здесь не было ограбления, здесь как-то все... То есть было понятно, что если бой пройдет вот так по очкам, скажем, на тихой волне, потому что бой, признаюсь, я не был впечатлен этим боем. Сказать, что мне очень он понравился. Вот, поэтому я знал, если это закончится так, то, скорее всего, дадут Хейни. Вот что и произошло. Ага, в общем, если подвести итог по судейству, то, говоря этим языком уголовного кодекса, не ограбление, не грабеж и не разбой, а вымогательство и ракетирство, в общем, все спокойно на тихой волне обжурили. Это где-то подтянули Хейни, да. Да, это не прям грабеж. То есть я объясняю, что мое мнение, это не грабеж был. Это просто еще в течение всех обстоятельств атмосфера вне ринга, да, что как бы творится, кто такой Хейни, кто такой Ломаченко. И вот все это влияло на, наверное, выборы судей, как бы. Начало, кстати, вот у него первые четыре раунда, я кажется, вообще Ломаченко дал. Вот так я писал. Потом там пятый, шестой, седьмой. Кажется, тоже он забрал. То есть он где-то середину забрал Хейни. Десятый, одиннадцатый выиграл Ломаченко. Однозначно. Даже если взять Ломаченко бы хотя бы один нокдаун сделал в этом бою, то мы увидели ничью. Два, получается, судьи бы поставили ничью, и только один был бы впереди, который поставил 116-112. То есть даже с нокдауном бы мы бы не увидели победу Ломаченко в этом бою. Слушай, но это грустно. Я вот заметил, топ-рэнк, они как-то особенно нечестно судят. Вот как ни странно, Эдди Хирн, хотя у него бои часто в Британии, вот он как бы такой еще относительно вменяемый. А вот топ-рэнк, у них такое чувство, что все схвачено. Дело даже не только в решении судейском, а в счете. У них как бы такое чувство, как будто всегда. То есть у них, если кто-то бьется, кто нужно, они заранее как будто бы решают, и у них прям всегда такой счет, что вообще, ну, как бы, что, как говорится, вопросов не возникает, что всегда у них там все единогласно, ну, как бы, к сожалению, вот. Да, то есть есть вопросы. Сейчас, кстати, был недавно бой Роландо-Ромеро, кажется. А, смотрел, смотрел. Я, рефери, который в ринге, просто так остановил бой непонятно еще. Да, да, жесть, жесть, да, да. Там, что ему, ну, такие мемы вышли, что ему закидали деньгами, и он ждал момент, когда можно остановить, но выбрал не тот момент. В общем, ну, не знаю, коррупция, не коррупция, просто тут ясная такая ситуация, что фоксирует мой земляк, но, условно, я буду предпочтение, я буду ему отдавать, скорее всего, вот так это работает, наверное. Самый интересный вопрос сейчас, наверное, что будет Ломаченко делать дальше. О, слушай, да, это прямо настолько интересно вообще. То есть, если мыслить с позиции бокса, то, наверное, даже как бы и бессмысленно продолжать. То есть, мне кажется, Василий, он очень и сам по характеру, мне кажется, рассчитывает на максимум. И, как, ну, и вообще, то есть у него такая спортивная мотивация большая, как бы уже и смысла продолжать нету. То есть, самое главное, он как бы уже упустил. То есть, да, может быть, его даже там сделают чемпионом. Наверное, он еще несколько лет может боксировать. Но, как бы, все, его уже как бы прокатили. То есть, вроде как и смысла продолжать дальше просто нету. Ну, во всяком случае, это смотря для кого. То есть, кто-то, ну, как знаешь, вот ты же большой спортсмен, то есть, ты по профи боксу выступал и по лепесткам боксу у тебя серьезные достижения. То есть, кто-то довольствуется, что ему там третье место где-то дали. Он там, вау, третье место, ох, класс. А, как бы, а кто-то там получает второе и все, как бы, он понимает, что это там караул. Вот. И, как бы, мне кажется, вот Василий Ломаченко, то есть, все, уже, по сути, нет смысла вообще продолжать спортивно. Но, как бы, если для денег, ну, наверное, конечно, смысл есть. То есть, может быть, организуют какие-то бои, даже там, заработают уже не 900 тысяч, а уже там за каждый бой получат, может быть, там, больше. То есть, ну, вот, мне почему-то кажется, что много шансов, что он даже и продолжать не будет. Я хотел спросить, что аж дашь ты? Ну, я вот так понял за все время то, что следил за Ломаченко. Понял, что, в принципе, деньги его сильно не интересуют. То есть, у него спортивная составляющая. И у него цель была абсолютный чемпион. В этом весе, как мы видим, мужа не получится стать. Это, получается, ему нужно спускаться ниже, в 59, например. Становиться там, наверное, обязательно претендентом по какой-то версии, выигрывать первый пояс, а потом идти дальше на объединение. Опять же, это при хорошем раскладе очень долго придется это все делать. А при плохом раскладе просто некоторые не захотят делать объединение с ними, и все, все упирается в тупик. Вопрос к тебе, Виктор, очень серьезный. Ты как считаешь вообще, это была ошибка или нет для команды Василия Ломаченко когда-то, что они из 59 перешли в 61-200 в легкий вес. То есть, может быть, им стоило как бы остаться. Я к чему это говорю? Потому что какие-то подобные слова сказал, там, Теофим Лопес когда-то. То есть, он сказал, что нет, Василий, зашибись, боксер классный. Просто как бы он не в своем весе. И то есть, ты вот как считаешь, нет ли такого, что ему как бы не надо было переходить? Хороший вопрос. Вот я, кстати, тоже думал об этом моменте. Когда он боксировал, вот, допустим, забрал первый пояс, я так не помню с кем. То есть, там Кэмпбелл был, Линарин был. Он забрал и этот Педро Педрасов. Да, точно. В общем, все ребята больше. Но когда он их бил, видно было, что ребята пропускают, им больно. То есть, видно было, что он их сотрясал ударами. Он подсылал их в нокдауны. Ну, он их ломал. То есть, при том, что он маленький, да. То есть, ну, вот и все. Ну, встретился такой Теофима Лопес, который такой маленький камкастый, который не дал ему ничего сделать. Да, у него была травма. Но это уже оставим в прошлом. Но, по сути, он был такой настроен, комок такой, выдержал все. То есть, не было такого, что какие-то удары Ломаченко там одной рукой его как-то тревожили. Вот тут сразу у всех начали вопросы быть. Да, он упал от Линароса, он устал, и как он бил его, да, если он его по печени посадил. И когда даже он бил по голове, там, будь здоров, отхватывал Линарос. Потом вот споткнулся Лопес и все, все заговорили, что он маленький. Окей, далее артист. Молодой парень, и он очень-очень плотный такой. Этот артист меня прям удивил. Он прям мощный такой. И все, это не его вес, куда, нет, ну что. Ну, и тут тоже вот бой. Я сказать, что сильно он потрясал, да, были моменты, когда он потрясал Хэйни, но все равно это смотрелось не так, как в бою с Педрасой, с Линаросом, с Кэмпбеллом. То есть, если он их бил, они прям падали, да, их сотрясало. Тут как бы не было такого. Поэтому мне кажется, что все-таки где-то что-то пошло не так. Либо это возраст, либо что-то изменилось, может, в тренировочном процессе, либо, может, чего-то он боится травм. Я не знаю, но нет вот этого. То есть, ребята здесь либо уже другие, либо что, но здесь не было такого доминирования, как раньше. Вот и все. Я не знаю, с чем это связано. Мне кажется, это, наверное, что, может, в тренировочном процессе, либо возрастной, наверное. Понял, понял. Вот это очень, кстати, хороший момент. Мне было бы интересно, что думают наши зрители. Да, да. Комментарии, с чем это связано. Очень интересно, да. Ну что, Виктор, вот на этой радостной ноте, ну или наоборот, даже грустной. Для кого как. Да, для кого как. Будем заканчивать. Спасибо большое, что пригласил. И спасибо большое, что пришел. Василию всего самого крутого. И Хейни тоже уважение. Какое бы решение не было судейское. Хейни, он что, он боксировал. То есть, он лично Василия там как не обкрадывал и ничего. То есть, он просто вышел и боксировал, и все. Ну что, тогда будем ждать бои. Хейни против Джервонты, против Шакура. И их еще, я думаю, обсудим обязательно.